Независимо от возможностей, мечтав опасный глухаринный ток преследует меня в апреле ежегодно. Чаще всего удается снимать глухари на небольших таковищах, где прессинг охоты огромен, председан всегда пуганый. Но чтобы увидеть нетронутые человеком угодья, ехать из столицы приходится далеко. И никакая машина не справится лучше с весенним бездорожьем, чем буханка, особенно если за рулем ее опытный водитель, кто знает как использовать все достоинства этой недорожнике. Глухарь живет в глухих сосновых барах, окруженных болотами, и весной в тех местах полгом вода. Реки выходят из берегов, и талая вода устремляется по вспомогательным руслам. Которые могут затопить дорогу тоже. Это первая серьезная преграда на нашем пути. В прошлом году на этом месте застрял УАЗ Патриот. И ночь в синее течение смыла его здоровья. Поэтому к преодолению этого участка надо подойти серьезно. Мой напарник Михаил Родионов видеооператор, который снимает дикую природу России. Он должен проверить надежность дорожного покрытия, промерить глубину воды в протоке, прежде чем машина здесь поедет. И вот наконец сам момент преодоления затопленного участка дороги. Буханга погружается в талую воду до предела. Вода проникает даже в салон. Обратите внимание, впереди приготовленная лебедка с проводным пультом управления. Так на всех излучат. А это лесная дорога сразу за последний населенный пункт. Она еще наезженная. Но проселок быстро сменяется целиной. Здесь в этом году еще никто не ездил. Колеса вязнут в снегу и даже на самых маленьких оборотах машина буксует. Михаилу каждый раз приходится отъезжать назад, чтобы въехать на горку. И доехав километр до кордона, мы увязли в лесном ручье. И ледяные глыбы его берегов задерживают машину здесь на неделю. Осадок пути до кордона мы проходили на лыжах. Далее все передвижения по весеннему лесу тоже на них. Первое утро на глухарином такое не впечатлило. Хоть палатка и была установлена рядом с прошлогодним центром таковища, но таковой активности глухарин здесь нет. Единственный самец пришел сюда пешком лишь когда стало солнце. Он больше крыкал, чем пил, а после начал храниться. Ловко, словно кусачками, он стрижет иголки с осень и быстро их глотает. Снег таял на глазах и вскоре нам нужны были лишь болотные сапоги, чтобы передвигаться по лесу. Таковища со всех сторон окружена цепью небольших незимных болот, густо заросших березами и чахлами соснами. Здесь не утонешь, но набрать болотные сапоги через верх можно. А это моя палатка, замаскированная упавшими ветками сосен. Укрытие на одном месте. Здесь кухарей больше. Они ночуют на палатке и такуют с самого утра. Увидеть следы глухарей можно и после того, как с них растаял. Это зимний помет самца. В нем преобладают грубые иголки сосен. А это весенний помет той же птицы. В рационе самцов теперь больше мягких зеленых ростков, трав и почек деревьев. С короток палатки Михаила находился недалеко от моего области. Одно утро было пасловано, накрапывал дождь. Но в этот день это количество повезли самки. Несмотря на непогоду, самцы активно выясняют отношения с собой. Несмотря на непогоду, самцы активно выясняют. Я не общакиваю лухару. Я не общакиваю лухару. А это получается самец другим утром. Совсем другой вид. Я не общакиваю лухару. Я не общакиваю лухару. Я не общакиваю лухару. Я не общакиваю лухару. Незаметно пролетела неделя. На лихике без продуктов мы возвращаемся на кордон. 6 километров без лыж можно пройти часа за два. Вот и бухарка. Только воды меньше не стало. Мост не затопило. На протоке полной воды. Если бы не уверенность в своей машине и водительский опыт Михаила, нам пришлось бы оставить машину на другом берегу и добираться до Москвы сначала на лодке, а затем автобусом. Оно другополучится. Покидаем еще.